Приветствую вас, если говорить с начала, да, то есть вот, если начинать с самого начала, то вы вели себя естественно, правильно, до того момента, как вы почувствовали, что вам не хватает молодого человека. То есть вот, здесь вы говорите, прошло время, значит, достаточно много времени прошло, вы за это время успели, ну, лично вы успели подрослеть, превратиться из, по сути, подростка в молодую женщину, да, все-таки, как-никак, 7 лет прошло, срок немаленький. И на протяжении всего этого времени вы общались с мужчиной, периодически. Он вам писал, он давал вам о себе знать, он осознанно или нет, не позволял вам до конца себя забыть, ну, а вы не очень подробно описали ситуацию, когда у вас были отношения. То есть, непонятно, когда у вас были отношения, когда они закончились, непонятно все-таки, какой опыт вы из этих отношений извлекли, но, что важно понять, то, что вам, мужчина, с первого взгляда понравился, что важно понять, это то, что на тот момент вместе вы быть с ним не могли, да, это действительно так, и вообще вы чувствовали, что слишком были разными. Потом, по моему мнению, прошло время, потом, по моему мнению, вы, вот, своим таким поведением друг друга, ну, может быть, правильно сказать, может быть, не тот, кто бы даже привлекали, просто приучали себя, то есть, вы же не отказывали ему до конца в общении, хотя и не писали. Вы все время как бы отводили ему определенную роль в своей жизни, и все. И вот эта роль в своей жизни, она просто-напросто постепенно, постепенно, постепенно повышалась. И повышалась она, в принципе, на мой взгляд, достаточно закономерна. И, да, ключевой момент, это то, что мужчина вас поддержал, то есть, вот, вам было плохо, вам было тяжко, вас подставили на работе, и молодой человек помог вам преодолеть этот тяжелый период. И, может быть, может быть, вы и не, знаете как, может быть, вы и не очень сильно, ну, может быть, очень сильно вы к нему и, ну, и не привязались именно к мужчине-то. Но важно, что вы сами получили от него обратную связь, поддержку именно тогда, когда это было вам нужно. И вот именно этот момент сыграл определяющую роль. Ну, опять же, опять же, по моему мнению, сыграл этот момент определяющую роль. То есть, нужно понимать, да, что, может быть, ничего бы и не было, я имею ввиду кардинального, если бы не вот эта ситуация. Но он вас поддержал, он вам немножечко все же помог. И вот этот момент, этот факт заставил вас все-таки немножечко по-другому на него смотреть. Я имею ввиду по-другому смотреть на мужчину. И теперь, когда у вас есть прецедент, что мужчина вам помог, ну, вы уже начали испытывать в нем нуждаемость. И эта нуждаемость, она совершенно естественна и нормальна. Далее, что происходит? Вы сами мужчине пишете, сами даете ему о себе знать, сами раскрываете ему свои мотивы, свои желания, свои потребности. То есть, вы говорите ему, что хотите быть с ним. И это, в принципе, нормально в данном случае, потому что вы действительно испытываете к человеку симпатию. Но он после этого замолкает. И хотя, может быть, его молчание всего лишь надумано. То есть, ну, как бы вы вот сейчас, на данный момент, вы нуждаетесь в нем. Вы говорите, что хотели бы больше общаться, хотели бы больше взаимодействовать с ним. И, возможно, именно поэтому вам кажется, что он как-то вот молчит. Вот. Но, тем не менее, все это заключается в том, что вы сейчас, на данный момент, поступаете достаточно, опять же, по моему мнению, вы поступаете достаточно правильно в том, что ему не пишете. Потому что вы ему признались. Мужчина увидел, что от вас обратная связь идет. Симпатия от вас тоже идет. И, соответственно, мужчина понимает, что теперь это не простое общение, каким было раньше, а теперь это уже нечто, что-то другое. Это нечто, что-то более серьезное. И вот здесь, в этом серьезном, и может проявиться то, что вам не понравится. Дело в том, что вы до этого момента с мужчиной общались достаточно поверхностно. И поверхностное общение, оно не могло не дать о себе знать. Именно поверхностное общение. И вполне вероятно, что мужчине это поверхностное общение целиком и полностью устраивало. И вполне вероятно, что к другому общению мужчина просто-напросто не очень-то и готов, как оказалось. То есть он готов к вам проявлять в некотором роде симпатию. Да. К вам он симпатию проявлять готов. Но он не готов, возможно, сделать что-то большее для вас. Возможно, он не готов на более что-то серьезное. Потому что если он был в браке, то очень может быть, что он не хочет вновь чего-то такого вот серьезного, чего-то такого, что его, например, как-то огольцовывало бы. И дабы вам вот в этот капкан не попасть, я рекомендовал бы сейчас, пока, на мой взгляд, еще не поздно, пока еще у вас есть фактическая возможность это сделать. Я бы рекомендовал вам сейчас от него немножко отдалиться, предложить мужчине, ну как, знаете, приложить на него ответственность за ваши отношения, за будущее ваших отношений. И показать ему, что вообще-то говоря, сами вы постоянно брать инициативу в свои руки и постоянно звонить ему вы не будете. Тем более, что если вы говорите, он знает о наличии у вас юмора, о наличии у вас, так сказать, ну, специфики общения, то я думаю, предъявлять к вам, например, претензии за это, ну, несколько глупо, как минимум. То есть это было бы странно, если бы он вам предъявил бы претензии, например, за то, что вы там, допустим, его обидели чем-то. Это было бы, мягче говоря, странно для него и, ну, довольно негативно его бы характеризовало именно как вашего будущего молодого человека. А вам я бы хотел в данном случае порекомендовать поработать над своей независимостью от него, поработать над тем, чтобы источники поддержки, источники того, для чего он вам сейчас нужен, поискать в, ну, в, скажем так, в среде, которая не связана с мужчиной. В среде, которая не связана, ну, может быть, даже напрямую с людьми. Потому что если вы будете продолжать в том-в том же духе вот так, как сейчас, ну, вы очень сильно, на мой взгляд, рискуете впасть в зависимость от мужчины, да, если он капризный, как о нем отозвалась его бывшая девушка, если он действительно капризный, то вам это, ну, вам будет еще более тяжелее, чем сейчас. То есть, чтобы вы правильно поняли, о чем идет речь, у мужчины могут быть намерения на самом-то деле какие угодно. То есть, мы не знаем, чего мужчина хочет, мы не знаем, хочет ли он действительно в серьезных отношениях с вами, или хочет он чего-то еще, но то, что вы ему признали, то, что вы сказали ему, что он вам нравится, для настоящего мужчины, который готов бороться за свою женщину, это более чем достаточно. Вот именно так я думаю, если он хочет быть с вами, если вы действительно ему симпатичны, так, как он это говорит, то он будет что-то делать для того, чтобы быть с вами. А если нет, то и нечего надежно себя тешить. Но для того, чтобы ваши отношения развивались правильно, для того, чтобы ваши отношения были адекватными, чтобы вы не действовали себе во вред, вы можете действовать себе во вред, если будете испытывать зависимость от него. Так вот, чтобы вы не действовали себе во вред, ну, от него немножечко отдалиться, чтобы снизить уровень зависимости от этого мужчины. Потому что, еще я повторяю, и я надеюсь, что вы этот момент поймете, это важный момент, едва ли не главный, что в ваших отношениях самих по себе плохого, как такового, нет абсолютно ничего. Отношения у вас хорошие, правильные, отношения у вас развиваются адекватно, но плохо, что вы испытываете потребность, плохо, что вы хотите снова и снова плохо, что вы уже по сути дела в себя вот изводите, вы прям-прямо думаете, а что я не так сказал, а вдруг я его обидел там и так далее. Вот это очень плохо для вас. Это не то, что может вам пойти на пользу в данном случае. Вот это то, что я думаю непосредственно по поводу вашей ситуации. По поводу того, что вы спрашиваете, так, посоветуйте что-нибудь в этой ситуации, пишите вы. Ну, рекомендации я вам дал. Ваше мнение по поводу этой ситуации, о чем говорят его реакции. Его реакции говорят не о том, что вы его разочаровываете. Вот видите, вы воспринимаете то, что происходит с вами в личном контексте. Именно об этом я говорю, что это не есть хорошо. Вы воспринимаете то, как развиваются ваши отношения сейчас со своей позиции. С позиции заинтересованного человека. С позиции человека, который уже хочет, уже рассчитывает на то, что между ним и другим субъектом будут какие-то отношения. При этом вы еще, как я понял, в живую не видели, что у вас все на настояние происходит. И получается, что вам нужно как-то в претерство. Получается, что вы-то сами не поедете. Я надеюсь, к нему в город, а мы считаем, получится, что вы сами к мужчине приехали, и ваша ценность для него еще больше пропадет. Ну, то есть, ваша ценность для него будет спадать. Она спадет именно тогда. Сейчас он вас не разочаровывается, потому что разочаровываются не все. Но если он не захочет что-то предпринимать, значит, вы его интересуете не настолько светильно, чтобы для вас и ради вас делать что-то серьезное. Его реакции говорят о том, что мужчине нравится общаться с вами, нравится проводить с вами время, но, судя по всему, он пока еще не готов на серьезные отношения. И готов он будет или нет, покажет только его реакции вот на то, что вы молчите. Простите, если девочка сказала, что ей мужчина нравится, то мужчине уже как бы пора предпринимать самые активные действия. Ну, в частности, например, приехать хотя бы на пару дней к вам. Если он этого не сделает, значит, он просто развлекается и ничего-ничего серьезного к вам он не испытывает. То есть, может быть, знаете как, ему польстило, что вы написали ему тогда, ему польстило, что он вроде как вас оттолкнул. Тогда вот самый первый раз, когда вы добавились к нему в Одноклассники. Вот. И это вполне возможно позволило ему думать о том, что вы, естественно, не все это время ждете его. Если он действительно капризный, то это очень органично вписывается в картину его поведения. И чтобы вам не попасть в этот Кавкан, нужно здесь держаться осторожно, потому что мужчина, судя по всему, женским вниманием не избалован. Также отдельно я хочу задать уже вам вопрос. Это связано с женским поведением в отношениях. То есть, условно говоря, какие у вас были отношения с младым человеком? Почему вы все-таки расстались с ним? Что заставило вас расстаться с ним? Какую линию поведения вы продвигали и продвигаете по отношению к мужчине? Какие отношения с мужчиной для вас хорошие, приемлемы, желанные? И насколько отмечает этим критерием тот мужчина, с которым вы сейчас общаетесь? Это то, что я хотел вам сказать. Дальше. При любом раскладе, при любом развитии событий, вам нужно понимать главное, что мужчина, так или иначе, женщину всегда завоевывает. Вы можете в ответ на подобные завоевания, совершенно верно, давать некую обратную связь. И это прекрасно, это замечательно, это здорово, это великолепно, но обратная связь, это, простите, неготовность делать все для мужчин, чтобы он понял, что вы вся, целиком и полностью его. Если вы человеку, так или иначе, своим поведением внушите это, то, что вы один раз ему сами написали, это хорошо, прекрасно и здорово. Вы молодец, то, что это сделали, это было естественно, но теперь, когда вы испытываете потребность в мужчине, этого делать категорически нельзя, потому что вы сами себе можете очень серьезно, на мой взгляд, этим навредить. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать. Совершенно верно, вы пишете, что непривыкли первой писать, непривыкли навязываться, это совершенно точно. Если мужчина захочет, то он с вами будет. Если мужчина не захочет, то он, значит, это человек, который не готов вас завоевывать. И это его проблема. А вот ваша проблема, лично ваша проблема, которую можно разобрать, это проблема того, что вас поставили на работу. И проблема того, что вы расстроили. Вам необходимо самой сейчас искать средства для поддержки себя, то есть вновь становиться независимой. Только будешь независимой, вы сможете построить независимые же отношения с этим молодым человеком, с которым вы находитесь на расстоянии. Потому что еще неизвестно, готов ли он к вам приехать, еще неизвестно, готов ли он вас принять, еще неизвестно, как он вас принят. Поэтому чрезмерная зависимость от него, да и любая зависимость от него, не принесут вам никакой пользы. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.